А в главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Выжить без сыворотки в Львовской области. Два случая ботулизма. Как пациентов спасают без вакцины? Фейсбук в помощь. Ляшко и Саакашвили поссорились в сети, что сказали друг другу. Американская партия США отправили первое судно с углем в Украину. В чем выгода? Украину атакуют инфекции. Во Львовской области новые случаи ботулизма в тернопольской энтеровирус. Пациенты полагаются в основном сами на себя, ведь ждать медикаментов из Киева, где их хранит Минздрав, часто означает рисковать жизнью. Но самое страшное еще впереди предупреждают медики. Наши корреспонденты расскажут больше. Пятый день. 67-летний Андрей Штаюра на больничной койке. В нынешний четверг он вместе с другом съел банку паштета домашнего приготовления. Через несколько часов обоим стало плохо. Мужчина вызвали скорую, та увезла их в Сакальскую райбольницу. Анализы показали ботулизм. Больных тут же отправили во Львовскую областную инфекционку, но там сыворотки против ботулизма нет. Сыворотку получили от неизвестного мецената. Весь существующий на данный момент госзапас этого препарата хранится в Киеве. Всего 25 штук. Врачи говорят, если бы ждали помощи хотя бы на день дольше, Андрея Штаюра уже бы не было в живых. На вчерашний день сыворотку мы ввели. Раньше эти сыворотки закупались централизованной державой, Министерством охраны здоровья. А в последние годы они не закупываются и не зарегистрированы. А это уже Тернопольская область. В Чертковском районе вспышка энтеровирусной инфекции. За последний месяц ее подхватили более 70 детей от 2 до 10 лет. Проявляться недуг может как внешне в виде высыпания на кожу и раздражения слезистых оболочек, так и в виде кишечных расстройств. Противоэпидемические мероприятия уже проводят. Вогнище, которое уже поступово начинает поширюваться на соседние села района. И проводились дослежения, соответственно, многих, скажем, факторов внешнего средств, соответственно, и питная вода, и в стечной воде также выделено РНК энтеровирусу. Медики прогнозируют, это только первые ласточки не исключают, что массовые вспышки инфекционных заболеваний будут в начале осени, когда дети вернутся с каникул в школы и детские сады. Грина Кушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер. Массовое избиение заключенных в Одесском СИЗО действительно было. Это зафиксировали камеры наружного наблюдения в помещениях изолятора. Сегодня изъятые видеозаписи обнародовала областная прокуратура. Новые подробности неутихающего скандала далее в материале. Шокирующие кадры прокуратура представила в качестве доказательств. На них видно, в одном из корпусов СИЗО надзиратели создали так называемый коридор. Строем провели через него арестантов. Некоторых при этом жестоко избивали дубинками, ногами, волочили по земле. Я думаю, что тут яскраво видно, что застосовываются и спецзасобы. Причем, что в соответствующих журналах, которые могут фиксировать использование как физического застосования, так и специальных засобов, ничего не вказано. Ранее открытое уголовное производство по статье «Превышение служебных полномочий» уже переквалифицировали по более жесткой. Применение пыток надзирателям теперь грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Даже если человек не наносит телесных ускорений, а просто прямо спостерегает за тем, что просто выводит туда своих работников, то так же есть злочин. На массовое избиение заключенные пожаловались в минувшую пятницу. Говорят, таким образом сотрудники СИЗО мстили им за то, что днем ранее один из арестантов на хоздворе убил сотрудницу изолятора. Коридор сделали, кричат там, бегите, кто не бежит, все. Тюремщики, между тем, факт массового избиения заключенных по-прежнему отрицают. Говорят, в тот день всего лишь проводили обыски в камерах. На сегодняшний день не зафиксировано ни одной жалобы на избиение осужденных. А в Министерстве юстиции заявили, подозревают, что информацию о происходящем в СИЗО умышленно скрывали, потому проведут собственное расследование. Телефонуют и говорят, Денис Викторовичу, мы побили 100 человек. Ну, это же населительница. Конечно, нет. Все рапортуют, что мы провели обшуки. Под час обшуков мы вылечили там 20 литров горилки, 80 литров браги, 20 колющих режущих, в том числе сокеру. Все. На этом ответ окончается. Я завтра лично выезжаю в Одессу, чтобы разобраться уже на месте. Мы никого не будем покрывать. И все виние понесут покарание и, возможно, и криминальное. Пенитенциарную службу тем временем пикетировали активисты. Говорят, инцидент в Одесском СИЗО вскрыл глубинные проблемы всей системы исполнения наказаний. Это, в частности, невыносимые условия содержания арестантов. Теснота в камерах, отсутствие нормальной вентиляции, дневного освещения. А кроме того, некачественное питание, плохое медобслуживание и нарушение санитарных норм. Идем в Европу, а получается, что живем в Средневековье. У нас в тюрьме истязают, морят голодом, вши, чесотка, всевозможные болезни. От пенитенциарной службы общественники потребовали срочно приступить к решению этих проблем. Те же в ответ пожаловались на недостаточное финансирование и дефицит кадров. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. А вот в Министерстве юстиции, которому, напомним, подчиняется пенитенциарная служба, с финансами дела обстоят неплохо. Напомним, вчера появилась информация о многомиллионных премиях, которые получают скромные служащие ведомства. При этом в Министерстве нашли оправдание. Мол, 10% суммы, которую взимают с каждого должника, заработок сотрудников Минюста. И эти деньги мимо кассы, то есть госказны. Это и бизнес государственного органа. Как построить бизнес в Украине так, чтобы в итоге его не отобрали те, кто должен защищать? К нам поступают множество писем от бизнесменов с жалобами на попытки рейдерского захвата правоохранителями. То помещение отжимают, то вымогательством промышляют. Причем некоторые кадры зарабатывают подобным образом уже не первый год. Как, например, за начальника управления главного следственного управления Дмитрий Бут, о котором мы уже неоднократно рассказывали на прошлой неделе. Так как же оставаться у руля коррупционных схем нацполиции, даже не пройдя переаттестацию? Об этом в следующем материале. Практически каждый день в Украине десятки, а то и сотни случаев рейдерских захватов предприятий и бизнес-структур. Зачастую, если дело крышуют правоохранительные органы, все проходит тихо. Но бывают случаи, которые скрыть невозможно. Как, например, история с рестораном «Мандарин», о которой мы неоднократно рассказывали на прошлой неделе. Напомню, в 2013-м под руководством тогда еще налоговика Деснянского района Дмитрия Бута в заведение нагрянула внеплановая проверка. Владельцев американцев буквально спас тогдашний посол США Джон Тефт. Он заступился за земляков. За все время работы в налоговой службе фамилия Бута неоднократно фигурировала в историях с вымогательством и отжимами. Как пишут в СМИ, под его руководством была создана настоящая группировка рейдеров. — Понятно, чтобы бросать вызов Соединенным Штатам, посольству Соединенных Штатов. И никто не хочет, что в всяком случае тот прецедент с «Мандарином». Это один из, скажем так, немногих случаев, когда подействуют. А, как правило, рейдерство крышуется наверху власти. И надо понимать, что кто-то наверху всегда в доле. Поскольку раз за разом представители рейдерского мира выходят сухими из власти. После тяжелого труда налоговиком Дмитрий Бут всплыл в нацполиции на должности замначальника управления Главного следственного управления. И уже в 2015-м становится звездой. Ведь после показательного задержания в Кабмине экс-начальника ГСЧС Сергея Бочковского, перед десятками телекамер его лицо знала вся страна. Вот министр Авака в прямом эфире одного из телеканалов демонстрирует документы, которые якобы подтверждают вину чиновника. Дата 25 марта 2015 год. А вот протокол обыска, во время которого эти документы нашли. И начался он в тот же день, но спустя полчаса. Это было чистое шоу. Целью могло быть только два варианта. Это либо пиар, либо необходимость смещения независимого руководителя, чтобы назначить руководителя, который будет подчиняться и подконтрольной МВД. Скорее всего, это было... Преследовались одновременно обе эти цели. Все документы были сфальсифицированы, подделаны. После того, как БУД заработал на госслужбе, на дорогие машины, две квартиры в столице, дом в поселке Горениче под Киевом, его внезапно увольняют. Переаттестацию не прошел. Но через несколько месяцев следователь в свое кресло вернулся. Так решил суд. Даже в формулировке вопроса стоит вопрос в том, что возможно через суды можно как-то договориться, ставят под вопрос, насколько справедливыми являются их решения, насколько правомощными являются их и легитимными. Восстанавливал его в должности не менее интересный персонаж. Зам. председателя окружного админсуда Киева Евгений Аблов. Судя по его декларациям и расследованиям журналистов, во владении судьи и его семьи две квартиры в Одессе общей площадью 300 квадратов, такой же по площади дом, автомобиль Porsche Panamera и скоростной катер. А в 2015 он еще умудрился служебную квартиру в центре столицы приватизировать и продать ее за 9 миллионов гривен. Ну скажите, пожалуйста, а как ее не продать, если вы каждый день приходите в парадни, ходите по квартирам? В Одессе вас нет, там могут спокойно жить мои дети и моя семья. И вот зная о такой круговой поруке, когда один коррупционер прикрывает другого, как строить честный бизнес в Украине? А после истории с попыткой присвоить американскую компанию, каковы шансы, что в Украину захотят зайти иностранные инвесторы? И о каких реформах речь? Еще на прошлой неделе мы направили в НАПК запрос, проверили ли там декларации Дмитрия Бута. Если нет, то почему и когда это сделают? И отправили ли факты о них в НАБУ? На этой неделе мы надеемся все же получить ответ. Или ответ будет только после того, когда слетит вся верхушка МВД. О том, что реформ не то, что нет, а скорее наоборот, идет тотальный откат назад. Это видят и в Европе, и в США. Если история ничему не учит, то народ проучит этих коррупционеров еще раз. И жестоко проучит. Алина Забережная, Борис Петров. Подробности телеканал Интер. И сегодня нам стало известно, что в ГПУ поступил запрос в отношении еще одной истории, связанной с Дмитрием Бутом, а именно с его отцом. Сергей Бут, работая адвокатом в 2015 году, попался на крупные взятки. Но при полной доказательной базе ему удалось избежать наказания. И помогли Буту сотрудники прокуратуры Запорожской области. А когда сын работает на руководящей должности в нацполиции, то он может повлиять на правоохранительные органы, дабы отец не сел в тюрьму. Еще и за коррупцию, с которой фарисейский борется в МВД. Мы займемся поиском деталей этой истории и обязательно расскажем о ней в наших следующих выпусках. Не в общем, а конкретно. Беззаконие не должно быть размыто компанейщиной, оно имеет имя и фамилию, и мы их назовем. В Херсоне социалисты поддержали резолюцию, в которой осудили попытки некоторых политиков захватить власть в их партии. Речь идет о советнике главы МВД Илье Киве. Он якобы угрожал расправой партийцам, если они не примут его как нового лидера. С представителями СПУ сегодня встречался нардеп Сергей Каплин. По его словам, представители соцпартии и социал-демократы требуют от СБУ разобраться с деятельностью Ильи Кивы на посту замначальника управления полиции в Херсонской области. Наслухалися невероятно страшных, жахливых для цивилизованной страны и для цивилизованных людей историй из деятельности руководителя Авакова. Фактически шестки, шестерки Авакова, Кивы. Суд по делу о стрельбе нардепа Сергея Пашунского перенесли. Не пришел прокурор. Жалобу на прекращение уголовного производства подала защита потерпевшего Вячеслава Химикуса. Адвокат требует возобновить уголовное дело. Напомню, вечером 31 декабря под Киевом во время словесной перепалки нардеп Пашунский из наградного пистолета выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. В ответ мужчина ударил парламентария бутылкой по голове. Тогда Пашунский объявил себя потерпевшим и через пару дней улетел отдыхать на лыжный курорт в Швейцарские Альпы. А вот Химикус после происшествия до сих пор не может самостоятельно передвигаться. Мы будем вымогать скасывание и продолжение досудового расследования. Пашинский, на думку следствия, находится в состоянии необходимой обороны. Мы с такой позицией категорично не согласны, потому что это неналежная правовая квалификация, как мы считаем. Была дана деям. Не было никакой необходимости защищаться вогнепальной оружием от просто словесной лайки. Поэтому мы это будем доводить в суд. Расходы на ремонт и строительство дорог в Украине увеличат как минимум втрое. Об этом сегодня в Харьковской области заявил президент. Если в прошлом году выделили 10 миллиардов гривен, то в следующем сумма вырастет до 30, отметил Петр Порошенко. Одно из главных направлений дороги, которые ведут на Донбасс, например, Киев-Харьков-Довжанский. Сейчас работы на этой трассе ведутся в районе Изюма. А вот мост, который является ее частью, сегодня уже открыли. Вы видите, в каком состоянии он есть. Раньше, сколько тут можно было тонн провозить через место? 11 тонн. Сегодня 30 тонн. Де-факто, это новый мост. 13 миллионов за рахунок денег государственного бюджета, которые были предназначены на дорожное строительство. 7 миллионов за рахунок митного эксперимента, денег, которые не дали в красной митнице и спрямовали, чтобы строить дороги. И немного больше 2 миллионов местного бюджета. А вот на ремонт центрального моста в Днепре городские власти выделили, вдумайтесь, в 10 раз больше денег. Сотни миллионов уже влили в реконструкцию переправы из местной казны. И власти Днепра не скупятся. Вот только отремонтированного моста как не было, так и нет. Почему? Все подробности в нашем материале. Центральный мост Днепра, самый длинный в Украине, соединяет две части города. И, как показывает практика, неплохой повод попиариться. Мэр Борис Филатов заявил об очередной грандиозной реконструкции моста, которая обойдется городу в сумму более чем приличную, 249 миллионов гривен. Местные власти уверяют, могут себе это позволить. В результате децентрализации бюджет составил 11 миллиардов гривен. Вот только контроль за использованием денег снизился, отмечают эксперты. То есть все говорят, что децентрализация. А что в нее выкладывать? Конкретики-то нет. То есть то, что какие-то деньги остались на местах, ну как они расходуются? Выделение денег на капремонт центрального моста вызвало настоящий скандал. В 2016 году тендер выиграла компания «Завод Мастер Профи», которая принадлежит отцу секретаря горсовета Дмитрию Мишалову. То есть у нас в прошлом году тендер прошел на более чем 170 миллионов. При этом, если смотреть тендер на документации, то есть там многих документов нету, либо они неоднозначны. В данном случае эта фирма никогда не ремонтировала мосты. По словам экспертов, после того, как мэром стал Борис Филатов, а Вячеслав Мишалов занял должность секретаря горсовета, именно компания отца Мишалова начала получать миллионные подряды. Сейчас эта сумма составляет более полумиллиарда гривен. Но цифры, как и аппетиты, продолжают расти. Прописанных в тендерах условиях 177 миллионов на капитальное строительство моста компании Мишалова не хватило. И в августе горсовет выделил еще более 71 миллиона. Хотя в одном из своих интервью Борис Филатов заявлял, дополнительных денег не даст. Коррупция в органах местного самоуправления сведет и процветает. В нашем городе она достигла уже вопиющих размеров. Такие крупные суммы из городского бюджета, такие резонансные вещи должны быть под контролем не только УБЭП, а всех правоохранительных органов. В то время как городские власти вместе с приближенным подрядчиком раздают смету, работы идут очень медленно. До сдачи объекта осталось несколько месяцев. А не сделано и половины запланированного. Не раз отмечали ужасное состояние балок. В мае мэр лично приезжал их осматривать. Но теперь речь об их ремонте не идет. В Горсовете говорят уже только о капитальном ремонте проезжей части. Сейчас мы уже точно можем говорить о срыве сроков, сдаче в эксплуатацию филатовым и близким к филатовым подрядчикам. Фактически в городе идет распил бюджетных средств сотнями миллионов. Отсутствует ремонт набережной 67 миллионов, 180 мост, дополнительно 70. И я уверен, это еще не конец. Посмотреть, как ведутся работы, мы приехали без предупреждения и сопровождения официальных лиц. Снимать не разрешают. Дескать, объект повышенной опасности. Не на камеру рабочие жалуются. Пока кто-то разбрасывается миллионами, им даже зарплату не платят. Фирма Мишалова должна строителям уже за три месяца. Мы не июнь, не июнь мы не получили материалов. Один завод делает полностью, все, конструкции, блоки, отливают один завод. Завод мастер-профы. Они под себя взяли деньги, загребли и все. Поэтому говорить о сроках и суммах не приходится. Местные депутаты уже обратились в прокуратуру с просьбой изучить, как расходуются средства из местного бюджета. Андрей Кровес, Ленита Бурин. Подробности, телеканал Интер, Днепр. По Днепру пронесся настоящий ураган. В считанные минуты над городом собрались тучи и начался ливень с градом. Дороги и тротуары превратились в реки. Дождь продолжался около 10 минут, а вот последствия придется устранять значительно дольше. Поровистый ветер повалил немало деревьев. Спасатели получили уже больше 10 вызовов от местных жителей. В некоторых районах ветки упали прямо на машины. А возле одного из заброшенных домов на припаркованный рядом автомобиль рухнул балкон. Оборваны и провода. Без света остались несколько улиц. Ураганное заявление. Стрелять на поражение. Именно так главный радикал предложил расправиться с Михаилом Саакашвили и всеми, кто поможет ему пересечь украинскую границу. По словам Ляшко, пограничники должны без колебаний стрелять по пособникам экспрезиента Грузии, которых он назвал, цитирую, лохами и врагами Украины. Свой достаточно агрессивный призыв главный радикал разместил в Фейсбуке. Такой тон заявлений Ляшко политологи расценили как провокацию. И вот почему. Послушайте. Такую роль собі тролля опозиции. Для него очень характерная. Мне кажется, что эту же работу он не делает сегодня. Что делает Ляшко в Саакашвили, это, безусловно, в интересах влади. Циви пост, в Европейском парламенте, не только избавили депутатского звания, но могли бы и порушить криминальную справу. Адже це заклики до вбивства, підбурювання до вбивства українських громадян. Це створення конфликту, распалювання ненависти. Всеволодно дикість і варварство, за яке в Европі політик безумовно поніс до тяжкого покорання. На заявление Ляшко ответил і сам Михаїл Саакашвили на сайте своєй партиї. І то ж призывом, але вже к генпрокурору. По словам екс-президента Грузії і бувшого одеського губернатора, за подобные заявления главний радикал вполне може загреметь лет на 5 за решетку. Впрочем, і без цих выпадів грішков за Ляшко вполне достаточно. Поэтому Саакашвили просит главу ГПУ плотне заняться главним радикалом і його однопартийцами. Депутат Ляшко закликав українських прикордонників розстріляти мене, а також людей, які прийдуть мене зустрічати на польско-український кордон напряму без поперечення. Я б не звернув уваги на заяву цього історички, але я добре пам'ятаю, що озбавили мене громадянство формально після звернення. Ляшко, а також одного з членів його фракції, проти якого, до речі, НАБУ порушила справу в зв'язку з корупцією. Так вот, я хочу зараз звернутися до генерального прокурора Луценко. Ви дуже швидко реагуєте на заяви справжніх опозиціонерів. Те, що зробив Ляшко, цей заклик, ця дія, предбачена кримінальним кодексом України, за це предбачена від 2 та 5 років позбавлення свободи. Я сподіваюся, що ви будете звертати увагу і на цю заяву цього псевдоопозиціонера, а насправді представника влади і олігархічних кол, і будете правовим шляхом на це реагувати. На це не можна залишати без вручання прокуратурою. Боевики стягивают силы к линії Авдеев-Капецки. Западне Донец'ка, де последні двоє суток було відносительно тихо, українські бойці фіксують движення військової техніки противника. А ще враг все чаще використовує тактику визженой землі. Наш военкор Ірина Баглай продолжит. Вижжені поля, підсобні хозяйські поміщення і обочина дороги, яка веде до передової за Красногоровко. І вже нескільки суток на цьому участці фронта, хоч і відносительно тихо, але боевики по-прежнему держат напряження наших солдат. Одиночними выстрелами з минометів піджигають поля. 82-й міні у нас пішло, от така вот красота. Зажигання моментальне, то, що трава суха. Часа 3-4 ми тушили, то все, как говориться, допоздна. Тож, ну, конечно, щоб оно не пошло на посадку. Не боли десятками, но все они бесшумні, говорят армійці. Стреляють, значит, очень с дальних позиций на максимальному расстоянию. Виходу не слышно, а уже коли прилет, надо быстро сразу, якщо услышав свист, быстро принимати действия, упасть, укрыться. Под захваченными наємниками Старомихайловка отчет боевых действий українські пехотинці ведуть с 20-го іюля. Месяц назад против них агрессор вивел танки, била вражеская артиллерія, а диверсанты пытались захватить наши позиции. Сегодня здесь по сравнению с теми адскими сутками почти тишина. Активность их стала меньше. Вчера там 120-м чуть-чуть обстреляли. Минометы видны в выходе с шахты Челюскинса. Вот были оттуда вспышки, ну, как бы замеченные. Вот работают шахты. И работают также церковь, купола. Там рядом недалеко у них позиция минометная. Наши окопы в прямой видимости снайперов-наємника в полукилометре от их огневых позиций. Пулька прилетела. Ну, я не пойму, как оно так получилось. Мы вытянули 12,7 просто пулю від отсюда. Вот, решею, круто. И слою, вот идите. А це вот уже от снарядів від пулю. Некоторое снижение активности боевиков на этом участке фронта наши солдаты объясняют возможной передислокацией сил противника. Из-за нехватки личного состава враг перебрасывает подразделение тяжелую технику к северу от Донецка, к Авдеевке. Возможно, перебросили куда-то силу, то, что слышно, как идут бои в районе Авдеевки, Песок. 20 числа воскресенья, ну, в сторону Донецка, в сторону Авдеевки были грады, Савушки. И долго было, больше часа, а может два. Сразу выходило пять-шесть выстрелили одновременно. А последний раз полностью вся установка там, полностью вся кассета вышла. И этой ночью боевики несколько часов ввели огонь из минометов и крупнокалиберного вооружения по нашей пехоте перед Авдеевкой. Украинским защитникам огонь боевиков удалось подавить. Но без потерь не обошлось. От вражеской пули погиб 28-летний Денис Глова, родом из Фастова, единственный сын у матери. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Переговоры лидера в Нормандской четверке анонсировал глава украинского МИДа. Павел Климкин утверждает, что уже сегодня лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудят по телефону вопросы безопасности и освобождения заложников на Донбассе. О личной встрече речь пока не идет. Также министр сообщил, что завтра встретит СССР спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Уолкером и обсудит его переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым. Ситуацию на востоке Украины спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер уже обсудил и с президентом Литвы Далей Грибоускайта. Сегодня они встречались в Вильнюсе. В частности, речь шла о том, что при нынешней обстановке на Донбассе Украине нужна международная поддержка. А Литва сейчас активно избавляется от российской газовой зависимости. Вчера в порт Клайпеды прибыла первая партия американского сжиженного газа. 150 тысяч кубов. И он пока дешевле российского. В сентябре ожидают еще одно судно. Плавучий терминал работает в Клайпеде с 2014-го. По словам президента Далей Грибоускайта, он способен обеспечить потребности стран Балтии в газе на 90%. В Украине США начали поставлять уголь. Первая партия антрацита уже в пути. Способен ли он заменить уголь, добываемый на Донбассе, и насколько это выгодно стране? Дмитрий Анопченко видел отправку своими глазами. Отсюда, из угольного терминала порта Балтимор, Соединенные Штаты традиционно отправляют на экспорт полезные ископаемые. Этот сухогруз уже готов к отправке в Украину. Первая партия из 700 тысяч тонн, которые страна получит до конца года. Часть договора на 80 миллионов долларов. Казалось бы, стандартный бизнес-контракт. Но внимания к нему в США столько, что проводить судно в рейс прибыли ключевые чиновники новой администрации. Ваша страна сейчас активно реформирует экономику, и усилия по диверсификации источников энергии критически важны для успеха этих реформ. Проект, который мы начинаем здесь, часть большого позитивного труда, который, как мы надеемся, в будущем будет только развиваться. В американской прессе об этом пишут много и спорят. Чего больше в украинском угольном контракте? Все-таки экономики или политики? А в украинской явно зададутся вопросом, насколько этот контракт финансово выгоден самой стране. Чиновники и дипломаты, которые прибыли, чтобы отправить в первый рейс новое судно, уверяют, Украина закупает уголь в Америке вовсе не себе в убыток. Мол, арифметика этого бизнеса проста. Первая поставка, пробный контракт, 62 тысячи тонн угля, за которое страна заплатит чуть более 7 миллионов долларов. А значит, цена порядка 113 долларов за тонну, не больше того, что Украина платила ранее. Дальше цены будет диктовать рынок, но дипломаты приводят простой аргумент. Комерсийные компании, приватные, уже сейчас тут, интересуются, как выйти в этот же проект. Это говорит о том, что абсолютно конкурентная схема комерсийная, а политично, честно говоря, это важно. Потому что это также сигналом, с нашего стороны, для администрации Трампа, что мы готовы сповпоработать в вопросах, которые проритетны для него, которые он сейчас заявляет здесь, в Америке. До порта Черноморск под Одессой это первое судно дойдет за три недели, а значит, американский уголь будет на украинских ТЭЦ уже в сентябре. Из порта Балтимор, штат Мэриленд. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Восемь министров и вице-премьеров могут спать спокойно. НПК провела полную проверку их электронных деклараций и установила, оснований для административной и уголовной ответственности нет. Четверым членам правительства нужно только исправить неточности и дописать данные. Работу над ошибками должны провести вице-премьеры Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко и Владимир Кистион, а также министр молодежи спорта Игорь Жданов. А вот премьер Владимир Гройсман сегодня проверял, как тратят бюджетные деньги. Приехал на два объекта в столице. Это центр админуслуг и будущий детский сад. Говорит, решение социальных проблем сейчас одна из главных задач и обещает инвестировать в образование. Раньше в этом здании находился центр занятости. Однако, по словам премьера, помещение должно служить детям. Говорит, деньги на реконструкцию из бюджета уже выделили. И переквалификации детсадов другие учреждения больше не будет. Впрочем, финансировать будут не только детсады, обещает Владимир Гройсман. Украинцам нужно больше центров по оказанию админуслуг, которые будут работать прозрачно. Один из таких объектов – следующий пункт премьерской проверки. Наше завдание сегодня поляга в том, чтобы строить нормальные умовы для людей, которые оформляют субсидии, получают пенсии. Невеликий час ожидания. Нормальные умовы, как для тех, кто отмечает, так и для тех, кто работает. Это стандарт, который мы дальше будем расширивать по Украине. Говорил премьер и о выплатах. По его словам, деньги на повышение окладов учителям уже заложены в госбюджет. Добавят 25%. А вот инициативу Минфина по сокращению количества студентов, претендующих на стипендию, Гройсман не поддерживает. И обещает – урезать ничего не будут. Юлия Жешко. Подробности. Телеканал Интер. Более 40% экспорта в стране – продукция АПК. Но после потери налоговых льгот фермерским хозяйствам, особенно малым и средним, не хватает средств. За счет чего аграриям удается держаться на плаву и на какую поддержку рассчитывают, об этом они говорили на встречере с лидером оппозиционного блока Юрием Бойком. Подробнее Алина Зеленская. До осени считанные дни и время собирать урожай. Но хвастать в этом году украинским фермерам особо нечем. Малые и большие фермерские предприятия выживают как могут. Для нас уже рік ввели ПДВ. Абсолютно нема никакой поддержки. Мы выживаем сами по себе. Засушливое лето тоже внесло коррективы. Из-за жары почти полностью выгорела соя. Но любые капризы погоды должны быть учтены. И в этих условиях государство обязано больше помогать аграриям. Этого нет, потому что нет недоступных кредитов, нет регулирования за ценами на удобрения и дизельное топливо. Государственная поддержка, она, в общем-то, можно сказать, отсутствует. Раньше, благодаря налоговым льготам, фермерские хозяйства имели до 20 миллиардов гривен оборотных средств для экономии. Эти деньги вкладывали в производство, закупку техники, удобрений. Правительство обещало выделить аграриям 5,5 миллиардов гривен. Но дали всего два. С начала года по сегодняшний день выдали 2 миллиарда примерно гривен, из которых миллиард вообще ушел на одного собственника Мироновского хлебопродукта, близкого к сегодняшней власти. А вообще весь остальной миллиард разделился на всю страну. То есть это коррупционная сделка. Все это приводит к падению уровня производства в сельхозсфере на 2% по сравнению с предыдущим годом. А цены на самые необходимые товары растут. Подорожают и энергоносители. В то же время, говорит Юрий Бойко, чиновники вместо того, чтобы регулировать цены, позволяют себе укорять украинцев в чрезмерном аппетите. А что касается высказываний министра социальной политики о том, что украинцы едят много, то, наверное, это свидетельствует о том, что правительство вообще живет отдельно от граждан жизни. Поскольку, когда приводятся цифры, что 14% дохода немца, гражданина Германии, тратится на еду, а у нас 50%, то надо понимать, что 14% немецкой зарплаты – это две средние зарплаты на гражданина Украины. Я считаю, что в сегодняшней ситуации надо немедленно вернуться к регулированию цен на ключевые продукты и компоненты сельского хозяйства. Это и солярка, это и минеральное удобрение. И контролировать эти цены. Лидер оппозиционного блока заявил, что уже на первой сессии будет добиваться возвращения льгот фермерам. Лина Зеленская, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Генпрокуратуре частично отказали в продлении меры пресечения главреду интернета здания страны ЮЭй Игорю Гужби. Шевченковский райсуд столицы постановил, что журналист должен оставаться в Киеве в течение 30 дней, а не двух месяцев, как просила обвинения. Гужбу обвиняют в том, что он якобы требовал взятку за нераспространение разоблачающих статей о представителе радикальной партии. В ходе сегодняшнего судебного заседания обнародовали новые факты. Это протокол осмотра телефона главреда страны, где в СМСке он отказывается брать деньги. По мнению обвиняемого, это полностью разрушает версию следствия. Они пытаются сшить это дело таким образом, чтобы выставить меня виновным в совершении преступления, которое я не совершал. Но, видимо, по недосмотру или уже просто из-за того, что не получается скрыть очевидные факты, в процессе следствия всплывают вещи, которые четко свидетельствуют о моей невиновности. Рассмотрение касации в деле одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке СОИ и Каховка Протеин Агра Высший хозяйственный суд Украины перенес на конец сентября. Напомню, речь идет о попытке рейдерского захвата предприятия со стороны бывших владельцев. И таких попыток за последние годы было четыре. Нынешние собственники вынуждены отстаивать свои права в судах. Мы следим за развитием этой истории и обязательно будем вас информировать. Жители подконтрольной Украине части Луганской области теперь смогут смотреть украинские телеканалы. Новая телевышка появилась в Бахмутовке. Ее открыл глава государства. Радиотелевизионная станция обеспечит трансляцию 11 теле- и четырех радиоканалов. По словам Петра Порошенко, сигнал будет распространяться и на неподконтрольную часть Донбасса. Сегодня мы открываем эту надзвичайно важную вежу. Вежу, которая имеет 134 метра. Вежу, которая, звезды, потужные передаватели обеспечивают правдивую информацию не только свободную часть Луганщины, а и оккупованную территорию. И жители Луганской, наконец, смогут почути украинское радио и увидеть украинское телебанство. Кроме того, президент сообщил, что во время телефонной конференции в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе с 25 августа или 1 сентября. Также глава государства будет настаивать на введении миротворца. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте, подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин